Захарова назвала провокацией планы Украины в Керченском проливе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны СНБО Украины Александра Турчинова о подготовке нового прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. По ее словам, это лишь объявление об очередной провокации. На провокацию не повелись, ЕС не будет вводить новые санкции против РФ, Брюссель предложил Москве помощь в выстраивании диалога с Киевом после инцидента в Керченском проливе, оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию, сказала она журналистам на брифинге в среду, 19 декабря, передает ТАСС, Захарова отметила, что многие партнеры Украины пытаются снять напряженность в этой ситуации и занимаются поиском реальных путей Дескала ЦИ. На фоне этих попыток, которые предпринимает целый ряд стран, в том числе государств ЕС, делать такое заявление просто расписываться в том, что провокация есть визитная карточка нынешнего киевского режима, добавила она. Ранее 19 ноября Турчинов заявил журналистам, что Россия якобы намерена предъявить всему миру новые морские границы в Черном море, что де-факто легализует оккупацию Крыма. Он добавил, что с осуществлением нового прохода украинских кораблей нельзя медлить. «Мы предлагаем нашим партнерам принять участие в этом проходе из украинских черноморских портов в украинские порты на Азовском побережье», — сказал он. Также секретарь СНБО заявил о намерении пригласить представителей ОБСЕ и других международных организаций, чтобы они присутствовали на кораблях. Таким образом Украина планирует доказать всему миру, что моряки не нарушали никаких законов и международных правил. 25 ноября три корабля ВМС Украины «Бердянск», «Никополиян» и «Капу» вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и продолжали совершать опасные маневры. Российским военным пришлось применить силу для их остановки. Украинские моряки были задержаны, возбуждено уголовное дело. Служащие ВМС Украины признали в ходе допроса, что их действия носили провокационный характер. При обыске на кораблях обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Позднее Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января 2019 года всех моряков, задержанных в Керченском проливе. После этого арестованных украинских моряков перевели в СИЗО Лефортово в Москве. Трое раненых во время задержания находятся в больнице Матросской тишины. В Москве произошедшее назвали провокацией Киева. Президент России Владимир Путин заявил, что инцидент был организован украинскими властями перед президентскими выборами. Которые намечены в стране на март 2019 года, для того чтобы отвлечь внимание граждан. Командование Вооруженных сил Украины засекретило информацию об отправке украинских военных судов в Керченский пролив 25 ноября. Порошенко объявил на фоне инцидента о введении военного положения в 10 регионах страны. Режим будет действовать до 26 декабря текущего года. Киев также запретил въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.